В Тюмени В Тюмени Водное поло. Казалось бы, ну действительно, пол водный. Но в отличие от оригинала, надо забивать не мяч, а собственно саму воду. О, как это свежо и даже креативно. Керлинг. Но в отличие от исходника, вперед надо толкать не камень, а жидкость. Баскетбол. Но в отличие от классического спорта, забивать нужно не в корзину, а в ковш. Волейбол. Ну опять же, в отличие от традиционного вида, нужно перебрасывать не через сетку, а непосредственно сквозь нее. Вы скажете, чушь. А знаете, сколько современных экстремальных видов спорта родилось из подобной чепухи? А там ведь можно играть 5 на 5 в поле, а в ковш посадить вратаря, ну в смысле ковшаря. А прикиньте, какие могут быть эффектные освежающие пасы с лопаты на лопату? Ну, что по времени? Ну, допустим, 3 по 45. Ну, согласен, жестко. Ну, тогда 2 по 20 чистого. Ну, чтоб комбо из футбола и хоккея. Отрезок между перерывами можно называть Тариот, ну или Пирайм. Осталось только придумать наименование для новой тюменской забавы. Может быть, водомет? Как вы думаете? Пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну и что вы там еще обычно делаете?